Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, налоговый эксперт, налоговый консультант Анис Дабус у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, мы знаем, что правительство так вот громко говорило о том, что следующий год обойдется без, правительство обошлось без каких-то серьезных налоговых изменений, хотя мы знаем, что кое-какие все-таки изменения, новшества есть. Может быть, с этого и начнем. Что вообще в налоговой сфере нам сулит следующий год наступающий? Ну, я бы сказал так, что есть довольно много разговоров или приговоров, что будет там в следующем году, но все эти вещи, которые касаются фундаментальных таких каких-то изменений, пока только дискутируются, то бишь никаких конкретных решений нет. Сейчас на данный момент, если мы говорим не именно о 20-м годе, а в дальнейшем, до 25-го года там разные концепции разрабатываются, может быть, и так далее, тогда этих концепций как таковых нет. В Сейме есть комиссия, которая работает специально по налоговым делам, если так можно вырезаться, и там было несколько этих заседаний, и, в принципе, пока слушают, что говорит общество. Нету таких особо конкретных решений, как будем жить дальше, если мы говорим до 25-го года. Если мы говорим насчет следующего года, тогда есть так, что есть некоторые изменения, но я думаю, что они не столь существенны. И, скажем, немножко увеличаются облагами минимум, да, и так далее, там существенных таких изменений, по сути дела, нет на следующий год. А что я хочу пометить, и, наверное, сегодня это тоже немножко можем обсудить и обговорить, что мы, как налоговики и как среда, которая занимается бизнесом, мы не видим, что правительство или политики работали бы, скажем, с перспективой, то бишь, если мы говорим о каких-то изменениях в налоговом законодательстве или в налоговых концепциях, тогда нужно понимать, откуда деньги и где бизнес, да, и если мы говорим, где бизнес и где деньги, тогда он где-то, наверное, в интернете, как вариант, скажем, да, и, ну, если мы говорим насчет, там был ряд всяких выступлений, там, ряд чиновников, что мы там будем облагать Фейсбук, там, где-то там, то как конкретно это делать, никто не говорит. Так что в резюме никаких таких сильных я не вижу изменений, которые были бы именно в следующем году, а концепции тоже пока такой ясной нет. Ну, вот интересно, Вы упомянули о том, где взять деньги, ну, государство в том числе, это такой очень актуальный вопрос, ну, вот один из вариантов, которые Вы упомянули, это, конечно, интернет, ну, мы можем предположить, что, видимо, вот эти рекламные деньги, на которые намекают отдельные эксперты в Фейсбуке, в Гугле, там есть рекламные деньги латвийских компаний, они рекламируются активно в этих социальных сетях, а вообще, вот реально, вот, каким-то образом, вот, с международных, с глобальных компаний какие-то налоги взимать? У тех, которые не зарегистрированы в Латвии, скажем так, да? Ну, если мы говорим о глобальности, это, я бы разделил на две части этот вопрос. Первый вопрос, вообще, как мы будем облагать в дальнейшем тот бизнес, который находится в интернете, я сейчас не говорю конкретно о Гугле и Фейсбуке, о каких-то этих больших компаниях, да? Это один, там мы можем отдельно вернуться, какие есть, скажем, пометки всемирного налогового, ну, налоговых дел, да? Это уже не говорит так конкретно о Латвии, я говорю, это вообще, как налоги будут, может быть, в перспективе изыматься. Второе, это именно как деньги взять у этих больших компаний. Ну, если мы смотрим статистику, я не помню уже досконально кто, но, по-моему, Фейсбук вообще-то зарегистрирован в Ирландии, как основной офис, да, и платит налоги в Ирландии, да, ну, где есть сугубо такая низкая ставка налога, да, если мы по доходам налоги говорим, и, в принципе, как глобальный, смотрю там, если мы говорим о этом инструменте, который предлагает там Фейсбук или какие-то другие эти платформы, да, тогда, конечно, вопрос опять, где доходность? Доходность, если я там имею расходы на Фейсбук и с вас требую там доходную часть, да, и я в этой разнице играю на эту платформу, конечно, тогда, наверное, служба с доходов должна, ну, я должен заплатить налог с этой разницей, да, потому что я думаю, что большие, то есть тут эти большие, ну, скажем, большие компании мы используем как платформу, да, где зарабатывать деньги, да, а если мы говорим о первом вопросе, тогда, по сути дела, то, что опять не говорят наши политики, ну, в мире или в Европе говорится о том, что будут, ну, в дальнейшем, поскольку много бизнеса в интернете или в середе интернета, да, и, ну, говорится о таком термине, как налоговый, ну, то бишь, виртуальный резидент, да, то бишь, налог будет платиться там, где у вас там IP-адрес, скажем, да, и службу, все службы будут вас контролировать, поэтому IP-адрес, что вы там делаете, какие бизнесы ведете и так далее, да. Есть такие более глобальные вещи, о которых уже, скажем, ну, в других странах задумываются. Угу. Вот такой вопрос, который я хотел задать, который, наверное, у многих возникает, такие мысли у многих латвийцев, но мы видим, что, к сожалению, население сокращается по-прежнему, может быть, не такими быстрыми темпами, но, тем не менее, люди, к сожалению, умирают, по-прежнему работоспособные люди уезжают, и такой возникает логический вопрос, что если уменьшается количество налогоплательщиков, ну, как сохранить вот доходы госказны, ну, два варианта, видимо, за счет роста экономики и за счет, как многие считают, повышения налогов. Вот, что бы вы посоветовали, как вообще действовать в этой ситуации? Ну, я думаю, что это, по сути дела, опять, я, может быть, повторюсь, нужно, ну, наверное, есть, мы можем делать то, что можем, да, и мы можем хотеть очень много, ну, в принципе, деньги, ну, где можно взять налоги, там, где есть деньги, или заработанные деньги, или зарабатываются деньги. И то, что о том, что говорит все, ну, то бишь, на этих комиссиях в Сейме, да, суть в чем, что, по сути дела, налогообложение у тех налогоплательщиков, которые доходность меньше, будут меньше, то бишь, налогов, да, у КТГ, которые получают больше, будет больше. Но здесь я говорю больше о налогах на капитал, так называемых налогов богачей и так далее. Есть ряд стран, ряд инструментов, которые… Фактически налог на роскошь, да, скажем так. Да, на роскошь, можно и так называть налогом на роскошь. Я думаю, что наши политики пойдут тем путем, потому что мы можем там говорить на что-то, на прирост коэффициентов экономики, как вы упомянули, но нужно и говорить о том, кто будет работать и как будет зарабатывать. И опять, я думаю, что будут возвращаться, будем каким-то другим неординарным способом бизнеса. Потому что сейчас уже, если служба госдоходов идет на проверку и говорят, что у меня там большая оборотная компания, миллионная, да, и служба госдоходов не всегда понимает, что миллионный оборот компании может делать два человека с компьютера, да, и там необязательный офис многоэтажный, да, с людьми, которые получают какую-то оборотку, да. Конечно, конечно. А где же у вас рабочая сила? Да, где сила, где там налоги, да, где там сколько людей работает, сколько у вас там чего, а там есть, чтобы сделать оборот с продажами, заработать какие-то деньги, это сейчас уже не нужен офис, да, это можно все делать в виртуальном, в офисе сидят дома. То есть не все в СГД понимают, что это 21 век, и есть определенные нюансы, и необязательно, чтобы сделать большой оборот, нужно иметь, я не знаю, 50, 100, 300 человек работников, да. Конечно, да, и там не идет речь, может быть, не только об обороте, идет речь и прибыли, да, потому что зарабатывать, как мы все знаем, можно и хорошо заработать, и другой вопрос, где-то налогоплательщик платит налоги, там уже работа служба госдоходов, вот имею доход, там покупаю машины, дачи, дома, тогда уже, наверное, где-то ближе к этому, что я заработал, я, наверное, должен платить побольше. Ну, это вопрос такой ретератический. А вообще, как вам кажется, дойдем ли мы до того, что будет каким-то образом контролироваться и вот эти вот биткоины, да, одно время они были очень популярны, сейчас чуть-чуть вот этот вот ажиотаж, может быть, спал, но, тем не менее, многие пытаются, так можно сказать, часть своих, там, не знаю, заработных средств прятать, да, так сказать, вот в эти биткоины. Ну, я думаю, что, опять, биткоин – это как инструмент, этот криптовалют, их там немерено, там, тысячи, там, единицы или сколько. Да, 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 просто биткоины самые такие популярные, но их там много криптовалют. Да, 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 их там много, да, там, и криптовалют много у нас, но если мы говорим о виртуальной среде, это тот вопрос, который, опять, мы немножко сегодня затронули. И если мы говорим о насчет прятать, да, тогда я прямо скажу, что при наших технологиях, которые есть у службок с доходов, у нас, у всех, скажем так, если мы бизнесом занимаемся, также нужно понимать, что контроль за интернет-средой, если так можно грубо, есть такой же сильный, да, и, по сути дела, сейчас, если мы говорим там немножко больше, нужно говорить на каких-то, наверное, всех инструментов контроля, да, они есть. Да, если в законодательстве пропишут, что я должен там регистрироваться по адресу, где зарегистрировал мой компьютер, да, и платить какой-то налог, ну тогда, ну как, это вычислить, это, ну, не состоит труда там первокурснику, там, факультета электроники, там, первого курса, да. Я говорю, нужно понимать, что спрятать, по сути дела, все уже, ну, в принципе, невозможно, я считаю. Другой вопрос, как доказать, что эти биткоины мои, если уже конкретно, да. Это, кстати, тоже очень хороший вопрос. Да, и биткоины, если эти биткоины лежат в кошельках определенных, где не имеется фамилия и имя, имеется какой-то номер, да, этого кошелька, но все равно, когда эти биткоины превращаются в евро, все равно есть какие-то юридические составляющие, есть номерок, да. Можно же куда-то их перечислить, да. Чтобы их конвертировать из специальной биржи, и все равно эти деньги, ну, скажем, проследуются, да. И говорить, что их не можно найти, это вопрос опять техники, да, и вопрос, ну, доказательной базы. Но, как я все время твержу, если мы спорим со службой госдоходов о каких-то вещах, тогда и когда мы идем в суд, или в эту же самую службу госдоходов представляем свои интересы налогоплательщиков, тогда вопрос очень конкретный, это ваши деньги или не ваши, да. И вы не можете сказать, что нет, это не мои, если вы купили там автомобиль или как-то их уже потратили, да. Так что там прятаться довольно, ну, я скажу, ну, в каждом днем становится сложнее и сложнее. Я бы даже это не посоветовал делать, я бы посоветовал заплатить налог в той стране, где имеется этот доход или резиденция, или как иначе. Это будет дешевле, чем потом судить. Конечно. Что касается службы госдоходов, когда мы слышим вот заявление руководителя СГД, ну, и в частности, руководителя госпожи Яунзема, ну, вот, все время подчеркивается, что мы все-таки будем стараться делать упор на то, чтобы СГД был не репрессивный орган, прежде всего, а консультацией, вот, помощь предпринимателям. Но, в принципе, на практике чаще всего, когда предприниматели сталкиваются со службой госдоходов, когда к ним приходится проверка. Или это какие-то тематические проверки, аудиты и так далее, но так консультации, ну, по-моему, это не очень механизм работает. Ну, я скажу так, что да, есть доля правды, что служба госдоходов на данный момент старается сперва предупредить, что есть какой-то фактор риска по каким-то запретам. Все-таки предупреждается, да. Потому что налогоплательщики получают эти письма, да, и получают, что там есть фактор риска, или кто-то там на кого-то настучал, или есть какая-то информация у службы госдоходов, что да, есть фактор риска, пожалуйста, есть даже письма, где не указывается конкретная дата, ну, пожалуйста, там заплатите налог, у вас там есть риск, что вы платите, скажем, получку в конвертах, или там неправильно указали там вопрос, какие-то сделки по НДС и так далее, да. Это есть, но их пока очень мало. Но опять, тут нужно разделить две вещи. Вещи, которые касаются обычного налогоплательщика, который там, ну, берет, ну, то бишь, получает эту информацию и работает, и налогоплательщика, у которого начинается контроль, да, который уже, грубо говоря, попал на этот аудит, да. Но тогда, когда начинается аудит, если до этого доходит, тогда там нету никаких признаков там консультации сперва. Там есть начисления, есть работа там аудиторов, да, и там никто уже, ну, ну, все по-старому, скажем так, да, там нету никаких сильных изменений в контроле пока. Но я могу сказать, что служба госдоходов в лице госпожи Яунзами обещала, что и будут изменения в самом процессе аудита, да. Пока, ну, это видно очень слабо практически. Вот чувствуется ли, я понимаю, что все основные изменения мы можем ожидать в 2021 году, но, тем не менее, какие-то дискуссии идут, рабочие группы есть какие-то у правительства. Чувствуется ли, что есть желание, не знаю, у чиновников как-то изменить подход к налогообложению, потому что, ну, традиционно есть механизмы, мы знаем, какие, если вдруг надо срочно решить проблему с пополнением бюджета, акциз. Вот с акцизом играются на алкоголь, на топливо, на азартные игры. Ну, мы эти механизмы знаем, да, все годы ничего, в принципе, не меняется. Вот как вам кажется, есть ли попытка, не знаю, правительства и понимание, что вот этого мало или это не совсем верный механизм? Вы думаете, если мы говорим о тех налогах, с которых можно получить быстрый доход, скажем так? Да, быстрый доход. Да, ну, получается... Почти гарантированно, скажем так. Да, потому что, ну, как, бензин, все равно, или там, где топливо заливать в машинах будут, все равно товары... Алкоголь, и будут, да. Ну, алкоголь, да, тоже, наверное, будут, да, и так далее. Там эти вещи, которые там тоже, с которыми играются, ну, к сожалению, да, там, если мы говорим немножко исторически, ну, мой принцип таков, что всегда, я бы политикам посоветовал, что всегда нужно немножко посмотреть историю, историю именно налогообложения, ну, каких-то законов. Если мы говорим на счет акциза, тогда акциз вообще-то был изначально, и сейчас есть регламентация этого налога касается ресоюзных, или, ну, государств, которые находятся рядом, потому что тоже самый бензин я могу залить в Литве, в Эстонии, да, и где-то еще, да, где он дешевле, да, так что играть с ним все-таки нужно как-то осторожно. Но то, что политики не смотрят в долгосрочную, ну, скажем, политику, а краткосрочную, вот увеличение акциз, это краткосрочная политика пополнения бюджета. Ну, к сожалению, так оно и есть. Если ничего другого нельзя придумывать и не хочется ждать, тогда, к сожалению, так и есть. Очень быстро можно, да. Да, очень быстро можно это поменять и сделать, и другой вопрос, как это... Ну, это такая политическая, опять, я думаю, что игра там практически... Ну, мы все заливаем бензин и едем, да, ну, все равно очень мало кто... Ну, есть люди, которые, наверное, ставят машину на парковку, да, в тот момент, если... Сейчас на последней, на последнем, по-моему, ну, или последней новости-то вчера было, что это заседание комиссии по бюджету, который касается налоговой политики, да, там говорило, что давайте применять там акциз на транспортный, ну, чтобы же транспортный, грубо говоря, там налог поставить в акцизе, да. Ну, что это значит, что акциз там увеличится же, если бы так бы сделали, слава богу, если что, ну, я думаю, что не будут так делать, но если бы так сделали, тогда получится так, что там бензин будет строить, условно, 6 центов дороже, да, это уже много. Это уже много. И что, еще что-то дополнить, да, ну, просто, там, я не знаю, как кто считает там в этой комиссии, но там нужно сперва, наверное, посчитать и потом говорить, потому что, ну, это такие вещи уже сугубо нереальные, да. Конечно, если наиболее, может быть, это и сама эта идея возникла, она, кстати, не новая, да. Да, она не новая, да, она так все время... Да, мне кажется, может быть, она возникла из-за того, что, ну, мы знаем, все едем по нашим дорогам, и люди не понимают, условно говоря, причину и следственную связь между тем транспортным налогом, который они платят, ну, за эксплуатацию автомобиля, и теми дорогами, которые есть. И, конечно, мы знаем, что, к сожалению, далеко не все деньги, которые вот собираются в виде вот этого налога, идут именно на дороги, они идут на все другие нужды, может, поэтому возникают такие идеи? Ну, может быть, там, насчет дорог и насчет денег на дороге, там есть, ну, я думаю, что там, это немножко не налоговый вопрос, это вопрос уже такой политический, или, ну, где мы налоги там как тратим, ну, если мы говорим, так, целесообразность дорог, мы можем ехать, ну, там же отделятся эти бюджеты, там, госбюджет, там, бюджет самоуправления, кто-то его какие дороги строит, но, по сути дела, если мы смотрим, что есть маленькие улицы, где-то там хорошо, хорошо сделаны, там, с этими, там, ну, ну, все хорошо, все гладко, где машины не ездят, а там, где ездят, там все время, ну, есть, там дороги не очень в хорошем состоянии. Я думаю, что там вопрос больше, больше финансирования или концепции, как мы какие дороги делаем, чем куда эти деньги, которые акцизные уходят, да, я думаю, что это взаимосвязано только, ну, по какой-то части, да, по сути дела, я думаю, что нет такой четкой планировки, именно в самоуправлениях, почему там эту маленькую дорожку делает, а большую нет, да, ну, я думаю, что там есть какие-то другие совсем, ну, конечно, вещи, которых… Анис Дабус у нас в студии, и примемся буквально на пару минут, небольшая пауза на рекламу, не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, добрый день еще раз. Анис Дабус у нас в студии, налоговый эксперт, налоговый консультант. Вот каждый раз при составлении бюджета на следующий год мы слышим в том заявлении и не только оппозиционных политиков, но и омбудсмена о том, что вот по-прежнему не удается обеспечить какой-то, там, не знаю, ну, борьбу реальную, там, социальным неравенством и каким-то образом действительно создать такую налоговую систему, ну, которая бы все-таки позволяла более щадящий режим применять к тем, у кого небольшие доходы, и тем, у кого там выше, правда, тут тоже нужно определить границу, что считать, очень большая зарплата, да, не знаю, 3 тысячи, 4, 5, кто-то скажет, что и 2 тысячи – это большая зарплата, но на самом деле там нужно, наверное, смотреть и количество иждивенцев, если так можно сказать, да. Вот где, как вот действительно сделать такую систему, ну, можно в какой-то степени ее назвать прогрессивной, но чтобы она была более-менее справедливой? Ну, я думаю, что нужно, наверное, начать с элементарных вещей в правительстве или политикам, нужно те концепции, которые разрабатываются, там, не знаю, профессионалами, которые есть, там, профессионалы, там, Всемирного банка, те же самые Латвии, ну, латвийские общественные организации, которые дают свои предложения, да, но немножко все-таки, ну, послушать их, да, и самое главное, что нужно эти концепции, если один раз уже не принято, их не менять, да, и вот это был бы первый шаг, да, если вот концепции есть, тогда эту концепцию нужно исполнять. У нас получается все как всегда, да, у нас хоть, вот, например, налоговые реформы, да, сейчас те, ну, много, много всяких, много людей, которые были за эту реформу, да, сейчас стали против, потому что там опять мы можем долго дискутировать, почему за и почему против, но есть как есть. Сейчас мы должны понимать, что были ошибки, опять мы ошибки исправляем, да. Если мы говорим о таком уже практическом, ну, скажем, практических вещах, налоговая реформа, которая касалась физически, ну, та часть, которая, как-то, ну, касалась физических лиц, я думаю, что она там, ну, именно люди с маленькими доходами, которые должны подать свою декларацию, сейчас почти обязательно, если они работают там в несколько местах, да, да, это испытывает самые, ну, эту меру, меру подачи декларации в самой такой плохой форме, если так можно выразиться, потому что они должны подать декларацию. Те, которые получают уже побольше, тем уже более-менее там хорошо там понятен этот налог, и есть деньги, там можно у бухгалтера спросить, у консультанта, а те, которые сейчас по статистике службы бездоходов, по-моему, это публично где-то прозвучало, что около 20 тысяч налогоплательщиков вообще не зашли в ЭДС, и где-то около 30 тысяч не подали эту декларацию по каким-то причинам, которые обязательно должны, ну, должны были подать, да. Но есть-то эти нюансы, и, скорее всего, что эти налогоплательщики, большинство те, которые, ну, не получают большую доходность, наверное, не являются каких-то в серых зонах и так далее, да. И если эта концепция уже была, тогда, ну, нужно как-то чему-то, ну, придерживаться. Если мы сейчас разрабатываем какие-то новые методы, какие-то новые политики, да, тогда нужно, ну, понимать, что эти политики водятся, там, у нас важно, там, бороться с теневой экономикой. Ну, значит, боремся, да, не меняем концепцию, не меняем цифры, не меняем подходы. Сейчас получилось так, что у нас есть эти вещи, которые в государстве случились насчет Маневала, там, насчет всяких и других нюансов, да, которые, ну, касается косвенно, там, налогового сектора, но все равно касается каждого налогоплательщика, да, опять же, у нас там пару лет назад появилось, ну, два года назад появились эти рекомендации, но все так идем по той дороге, да, все законодательство подстраиваем под чего-то, да. Ну, конечно, ну, о каком равенстве тут можно идти, ну, концепции можно говорить, если, ну, мы меняем правила игры, да, по входу. Да. Это самая основная задача, если эту задачу решим, тогда через пару, нужно подождать, нужно работать там 3-5 лет, и после, ну, как обещали там политики перед налоговой реформой, пройдет там 3 или 4 года или 5 лет, будет все хорошо, или лучше, все хорошо может. Не будет, но лучше. Да. А сейчас мы не знаем, будет лучше или не будет, да, у нас даже возможности нет в этом. Абсолютно. Вот интересно, мы очень часто слышим вот этот термин, вот теневая экономика, а действительно ли по-прежнему столь большой объем теневой экономики в Латвии, по разным исследованиям, там, кто-то говорит 25-30%, кто-то даже больше, но вот мне тяжело представить, чтобы сейчас, не знаю, как в регионах, но в Риге, чтобы было очень много теневиков, которые действительно какие-то компании, которые работают совершенно в тени. Это еще реально вообще в нашей системе? Ну, если такая статистика есть, я думаю, что реально, да, по статистике, я никогда не верил в статистике, в принципе, потому что статистика – это вопрос, скажем, базы данных. Это очень субъективно. Субъективные вещи, как мы эти данные, ну, какие данные мы там в базе ведем, такие проценты мы получим, да, и там, ну, там уже можно верить, можно не верить. Но то, что она есть, ну, начнем с того, что она есть в всех странах Евросоюза, или в всех странах мира, да, теневая экономика, как в этом мире есть, и она, наверное, всегда будет, да. И то, что там нужно, наверное, там опять нужно понимать, что есть, наверное, совсем какой-то, ну, уголовно-черный рынок, или, да, который есть, да, и который опять всегда будет, и который есть уголовный мир, который занимается, ну, где уже занимаются всякие полиции, там, криминальные, уголовные дела и так далее. Если мы говорим о таком сером сегменте, да, тогда вот этого сегмента, наверное, этот серый сегмент уменьшается, потому что, наверное, уже невыгодно, скажем, не платить налог или уйти от налога на прибыль, которого нет, да, если вот мы говорим о налоговой реформе, да. Если мы говорим о том же самом НДС, да, тогда получается так, что сейчас тоже, если реверс на НДС у нас в какой-то мере там исчезнет, наверное, будут опять какие-то сделки, которые касаются этого реверсного, нереверсного НДС, там, предналога так называемая, там, каких-то сделок, которые, может быть, не в таких законах, конечно, эти законодательные, ну, пробелы, да, конечно, кто-то будет постараться, ну, будет стараться использовать. Но я могу сразу сказать, что опять служба госдоходов тоже идет параллельно, и она ловит всех, ну, не всех знает, знает, ну, скажем, фирмы даже, те заграничные, скажем, сделки, которые там касаются НДС, даже про тех есть информация, да, там задаются определенные вопросы, да, там опять, ну, этот серый сегмент, он уменьшается, это точно, да, насчет таких совсем черных сегментов, наверное, он будет, и там уже вопрос не в налоговой, уже в налоговой полиции или таможенной полиции. Мы, кстати, регулярно сейчас читаем новости, что задерживают вот эти вот группировки, которые занимаются схемами НДС, мне казалось, что уже практически таких не осталось, всех уже переловили, но, видимо, все-таки еще попытки вот так поиграться вот с этими фиктивными сделками и возвратом НДС все-таки предпринимается. Ну, да, но я думаю, что это связано, почему я упоминаю эти черные сделки, да, если так можно выразиться в жаргоне, да, но я думаю, что все сделки, которые там публично прозвучали, они как-то связаны и с коррупцией, скорее всего, что, да, и какими-то... Тут же это прикрывается, да. Это не может так быть, потому что если мы с вами создадим фирму и там спросим обратно НДС, да, и что-то будем делать, у нас, наверное, слово тот же самый момент, да, если мы там что-то будем в декларациях рисовать, да, но, наверное, есть какие-то инструменты, которые там позволяют в какой-то момент там чего-то делать такого плохого, да. Я думаю, что это связано с, ну, с коррупативными какими-то вещами, которые, наверное, наверняка есть, и потом их ловят, там смотрят. Но я еще раз на что отловить, у меня были ряд дискуссий, скажем, со службой госдоходов, где люди работают именно с оперативной информацией, то бишь делаются слежки, прослушки, там, эти все вещи, да, и сейчас нужно понимать, опять, это у нас по технике, по компьютерам, по камерам, да, это все видно, все преддвижения, там, не знаю, денег и людей, да, и товар, и уже так, естественно, да, и есть, мы даже, я был на двух семинарах в этом году таких международных, где говорилось по слежке, по товарообороту за границей, да, и все с кодами, там, все эти вещи, которые есть, у нее, ну, уже ты не можешь сказать, что ты им товар купил за столько, там, да, что по коду он, там, получен, там, в Италии за столько, это уже, ну, это, и... Все можно следить, конечно, и вот в декларации, если ты указал, там, другую цену или другую стоимость, да, НДСовскую или какую-то другую, в какой-то, ну, момент это все, что, ну, чем дальше мы идем, тем быстрее службы получают информацию насчет этого товарооборота, услугооборота и так далее. Так что, это сейчас, я говорю, этот серый сегмент, он без, он уменьшается, этот плохой сегмент, наверное, пока будут признаки коррупции, да, он пока будет, наверное. Насколько с учетом, вы, наверное, консультируете клиентов, насколько вот за последнее время, может быть, улучшилось, вот, не знаю, сотрудничество между фирмами и вот проверяющими, аудиторами, потому что мы помним, в предыдущие годы, ну, зачастую были такие начеты, ну, которые выставляла СГД, что было понятно, что эта фирма все равно не заплатит, и она закроется, мы, знаешь, по-прежнему очень много фирм закрывается, можно ли каким-то образом на какие-то суммы договариваться разумные, потому что я думаю, что аудиторы, они тоже никуда-то с луны спустились, они прекрасно понимают, что если, не знаю, если там выписать штраф, назначить, там, не знаю, какую-то астрономическую сумму, там, не знаю, 300 тысяч, 400 тысяч, то, скорее всего, эта фирма закроется и не заплатит ничего. Да, я скажу так, что на данный момент есть, у службы госдоходов, ну, служба госдоходов разрабатывает новую модель контроля, если так можно выразиться, где, по сути дела, служба госдоходов будет спрашивать у предпринимателей бизнес-план в разрезе, как он будет получать доход и с этого дохода платить налог. Это очень так поверхностно, да, но это в будущем, да, в настоящем есть так, что, по сути дела, ну, очень редко, но, в принципе, я не знаю таких очень конкретных случаев, где служба госдоходов там считала, насколько я, ну, этот налогоплательщик, у которого есть аудит, может заплатить этот налог. Во-первых, потому что, я думаю, что там это очень сложно сделать практически этому аудитору. Во-вторых, нету правовой базы, как договариваться. Вот я об этом-то и говорю, потому что… Правовой базы нету, и этот инспектор, он знает, что есть определенный регламент, как он проводит аудит, там, не знаю, эффективные сделки, подозрительность эффективных сделок, там, налогоплательщик не пришел, там, что-то не сказал до конца, да, там, не мог или заболел. Документы не представили, представлены такие, как, ну, и все, и начет по определению, да, и там никто не смотрит, можешь ты заплатить этот начет или нет. Но есть такие признаки, если этот начет, ну, меняем, тогда служба госдоходов идет на соглашение, идет на срок, ну, то бишь, налог можно платить не сразу, то бишь, разделить там по месяцам, по годам и так далее. В принципе, есть какие-то механизмы. В принципе, есть инструменты, но они такие довольно еще, ну, скажем, в рамках закона, да, там, ну, если эта сумма большая, там уже не имеет смысла делить там на какой-то срок, потому что ты, ну, все равно получается, что ты так много не можешь заработать. Вопрос здесь не идет о налогах, а о заработать, да, и если я не могу так заработать, тогда все, там, ну, нет. Вопрос, когда это все, ну, я надеюсь, что это будет меняться, но пока очень так, очень так, но не так быстро, да. Служба госдоходов больше обращает внимание именно на то, что этого аудита бы не было. Вот, вот, если говорить о сотрудничестве со службой госдоходов, да. Вот, кстати, это очень хорошо сказано, потому что многие предприниматели считают, что аудит неизбежен. Да, да, ну, на данный момент служба госдоходов работает в эту тему, что до аудита можно, вот, до аудита можно как-то договориться, да, если так уже говорить, прямой договориться о том, чтобы хорошо были какие-то подозрительные сделки. Тогда служба госдоходов говорит, там, вот, за это заплатите, за это, ну, там посмотрим, да, там, чтобы не было это аудита. Вот, до аудита там есть вопросы, но с которыми нужно работать. Я бы сказал, со своей стороны, то, что не нужно, ну, бояться идти и говорить, потому что служба госдоходов говорит, если мы не общаемся со службой, там, не открываем ЭДС, там, не подаем отчетность или не отвечаем на письма, там, тогда это плохо. И могу еще сказать такое, что со стороны службы госдоходов есть немножко проблемы, потому что не всегда можно встретиться с инспектором. То есть, если налагоплательщик, инспектор говорит, пишите, я там нахожусь в регионе, да, проверяю ваши ЭДСовские декларации или там декларации по вашему личному счету, который я получил с банка, или, или, ну, давайте мне присылайте все договора. Ну, хорошо, если там, понятно, там, три проводки или простая сделка, тогда он прочтет. А если это бизнес-сделка, которая касается многих договоров и каких-то там, может быть, сотни документов, да, довольно трудно договориться с инспектором, чтобы приехать и объяснить, да. И, ну, в изначальном этой стадии, когда еще не начался аудит, когда запрашивается информация. Ну, там, потому что, во-первых, они находятся в регионах, как там, не знаю. Такая ротация происходит. Да, но это даже не ротация, они как-то делят эти дела, которые, ну, то бишь, банк отослал информацию, что, ну, там, по закону сейчас есть так, что банки дают информацию по всем шитам, где выше, там, 15 тысяч евро, по-моему, да. Да. Банк присылает информацию, что налогоплательщика, там, оборот, не 15 тысяч, а, там, не знаю, 25 или 500, или, ну, какая-то цифра. То есть, сами банки. Да, сами банки уже это по закону делают, что есть. Служба госдоходов не знает, что там в шиту, и спрашивает у налогоплательщика. По декларации вы получили, там, не знаю, 2 тысячи или 1 тысячи, или 500 евро, там, в конце года у вас, там, 10 тысяч, да, и что там, что-то продали и задекларировали, и что там, 50, а по обороту у вас 100. Ну, объясните, пожалуйста, откуда у вас там какая-то разница между... Ну, тогда налогоплательщик в этих случаях должен объяснять. В противном случае служба госдоходов скажет, ну, все, давайте, идите на проверку. На проверку, здесь что-то подождите. Ну, потому что сейчас этих письм много, потому что, ну, считайте, если 15 тысяч, это оборот по шиту за год, это не обязательно. Это может быть и личный аудит. Да, но может быть личный, потому что эти физические шита, которые, получается, это больше касается физических лиц, юридических, понятно, там, должно быть декларироваться, шита, там, все балансы подойдутся и так далее. А у физических же такого нет. Ну, считайте, 15 тысяч евро, если мы смотрим даже в сфере, ну, чиновничества, да, я думаю, тут говорили, что такое большая, что маленькая получка, но, по сути дела, это 15 тысяч, оборот, это тысяча евро, ну, плюс-минус, там, 2 тысячи, это в месяц. То есть, то больше 1200 месяцев, это уже 15 получается, в принципе, если оборот по шиту, то больше 15, это информация, служба госдоходов может нам запрашивать. И она это и делает. Она это и делает. Может быть, такой последний вопрос, все-таки, если вас спросили, ну, видимо, речь пойдет о 2021 годе, какие изменения в налогах, ну, нужны? Вот они назрели, вы это чувствуете, общаясь и с клиентами, и консультируя, что вы чувствуете, что вот эти изменения назрели? Может быть, что-то позаимствовать у наших северных соседей, про Эстонию нам все время говорят? Да, я тут посмотрел, ну, там, в одном таком глобальном, нужном у людей, я думаю, что те, которые получают и могут заработать столько денег, чтобы хватило по минимуму на семью, там, на расходы, да, и плюс еще, и у них удерживает какой-то налог, да, я думаю, что все бы были, условно, довольны, да, вопрос, вопрос тут цены и расходов. Но тем, я думаю, что здесь больше нужно говорить о физических лицах, да, потому что физические лица, это, если у вас приходит ВДС или по почте какое-то письмо от службы госдоходов, вы все равно будете волноваться, каждый из нас, потому что это лично наше касается. И я думаю, что самые серьезные изменения, я думаю, что, к сожалению, вот эта налоговая реформа физических лиц затронула очень-очень-очень много, и нужно отменять эти все вещи, которые касались физических лиц, пусть служба госдоходов, там, работодатель, там, удерживает налог, да. Потому что работники, они полагаются на то, что у них правильно удерживают налог. Да, все, вот это все занимается бухгалтератом, не знаю, служба госдоходов, там, базы данных, да, ставьте мне поход, я заплатил, все, мне удержан налог, и я ничего не хочу знать. Вот это самый фундаментальный вопрос, который, в принципе, вот, с которого тогда и люди были довольны, и тогда не были… А не то, что они ждут с ужасом, что будет в следующем году, они будут должны или нет. Да, конечно, корпоративные вещи, сколько налога, ставка там по НДС, такая и такая, какой-то акциз, но я все равно, если у меня, я могу заработать, я залил бензин, поехал, да, а если мне там кто-то, ну, в жаргоне говорят, пудрит мозг, на что я там задекларировал, не задекларировал, вот это на практике самое такое, ну, обидное, да, потому что, ну, как, я зарабатываю, ну, удерживаю, сколько надо, берите, если я уже много зарабатываю, тогда я могу уже сам там декларировать, а если в среднем вот этих самых 15 тысяч, да, если за год, ну, пусть вот до 15, оставьте меня в покое, там, удерживайте, что надо, это было такая, ну, самое… Это очень важно, потому что должны рядовые налогоплательщики с ужасом ждать, чтобы в следующем году не останутся ли они честной работой еще до года государства. Вот там и самый вопрос, даже не важно, сколько там, 10 евро, 15 евро, 50 евро. Да, само заполнение декларации, если он не государственный чиновник, зачем ему это надо? Конечно, мне там идти в ЭДС, там что-то, через, можно, конечно, служба госдоходов говорит, зайдите там через ЛАТ, через какой-то портал, через, через там свою там банковскую карту. Заполните, без подготовки это не так-то просто. Ну, во-первых, не так-то просто, во-первых, зачем мне надо, я же заплатил налоги с получки, ну, зачем мне это все… Со всех мест работы официально заплатили, что вы еще от меня хотите? И все, да, вот это было то, что нужно было в Латвии сделать, тогда уже вот с этого нужно было начать с нас, как физических лиц, потом уже корпоративно говорить, там, акцизов, НДС. Шиже всего, да. И тогда все будут более довольны и службой, и налогом, и так далее. Абсолютно. А я не знал, что у нас было в студии, и большое спасибо. Спасибо, до свидания.